Первая партия новых грузовых полувагонов прибыла на станцию Бишкек-1. Всего доставлено 10 единиц техники – современных, быстрых и экономичных. Впервые за 30 лет новые вагоны были закуплены за счет собственных средств государственного предприятия Кыргыз-Темир-Джулум. Стоимость одного вагона варьируется от 50 до 55 тысяч долларов. Эти вагоны предназначены для перевозки сыпучих грузов, начиная от сахара и заканчивая углем. Грузоподъемность каждой машины составляет 70 тонн. Товары могут перевозиться не только по территории Кыргызстана, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. А также у нас есть очень большой план. Это план развития. Это закупка 800 полувагонов, которые будут приносить прибыль к нам на железную дорогу. К информации, один полувагон приносит порядка тысячи долларов. Соответственно, уже с завтрашнего дня эти 10 вагонов, которые прибыли, они будут приносить 10 тысяч долларов в месяц. Все эти 100 вагонов будут в год приносить 1 миллион 200 тысяч долларов. Технический парк государственного предприятия Кыргыз-Темир-Джулуни обновлялся практически с Советского Союза. Более 40% грузовых вагонов отслужили свой срок и находились в нерабочем состоянии. В связи с чем было принято решение обновить подвижной состав предприятия. 10 ноября состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между госпредприятием, Российско-Крыгским фондом развития и Национальной лизинговой корпорацией по развитию промышленности. Тогда было поручено закупить 100 единиц полувагонов за счёт собственных средств у заводов-изготовителей. По вагонам ситуация, конечно же, оставляет желать лучшего. У нас по сравнению, допустим, с российскими или казахскими коллегами, состояние пассажирских вагонов также требует обновления. Сейчас поставлены задачи перед Кыргыз-Темир-Джулу. Также произвести закупку новых вагонов, пассажирских вагонов. И мы надеемся, что если дальнейшая позитивная динамика продолжится, будут сформированы новые ресурсы, и, конечно же, государство будет помогать. Мы рассчитываем предоставлять финансовую поддержку для обновления пассажирского состава также. Первая партия новеньких вагонов прибыла сегодня, а остальные ожидают получить в первом квартале 2022 года. Новая техника закуплена у российского производителя – Алтайского вагоностроительного завода. Как говорят изготовители, эти вагоны отличаются повышенным качеством. Срок гарантии машин – три года. Данные вагоны, во-первых, увеличены грузоподъемностью и кубатурой. То есть, если говорить на обычной тележке, то у нашего завода самая большая кубатура и грузоподъемность в одном. Данный вагон отличается повышенным качеством. Вагон практически не ломается. Это бывает очень редко. Кроме того, вагон новый, соответственно, отходит в 22 года свои положенные. И мы там полностью будем исполнять свои гарантийные обязательства. Отметим, что в этом году чистая прибыль кыргызстой Мирджулу увеличилась в три раза. За шесть месяцев своей деятельности выручка составила более полутора миллиардов сумм. Хотя ранее у госпредприятия была задолженность в два миллиарда. Как отметили на предприятии, таких результатов удалось достичь благодаря снижению коррупционных схем. Ранее сообщалось, что за счёт собственных средств было также закуплено 2647 тонн рельсов для ремонта 20 километров железнодорожных путей.